так друзья всем привет с вами александр синин чем я занимаюсь как со мной связаться это мои приложения так пишите мне пожалуйста обратную связь лайкайте это видео комментарии можно прям к этому видео писать ваши вопросы значит итак продолжаем наши уроки по x-коду сегодня у нас загрузка данных из сети ns url сейшин есть такой объект до который как раз нам позволяет загружать данные в нашем случае что мы будем загружать загружать мы с вами будем картинку картинку для этого возьмем имидж view красиво растянем значит нам также с вами нужен будет активики индикатор view кнопка и кнопка кнопка вот все все у нас есть так активики индикатор у нас будет хоть свой стоп вот него сделать марчу вай цвет соответственно было видно так значит что делаем дальше вытаскиваем коннекшены ну понятно дачу будет происходить значит будем нажимать на кнопку и загружать картинку по по ссылке значит вытаскиваем наши коннекшен и кнопка и кнопка у нас экшен до пуш есть значит единственное что давайте здесь еще сразу сделаем переменную уровень по которому будем грузить лет уровня равен с картинку с вами найдем после того как код напишет да когда мы нажимаем на кнопку пуш вот так что мы делаем начнем первое что нужно нам нужно объект типа сэйшен сэйшен да это та самая не спорил сэйшен значит сконфигурировать ее нужно это очень делается просто дефолт сэйшен конфигурации все следующее это сэйшен таск нам нужен значит так и назовем таск и получаем его из объекта сэйшен дата таск вид урл и комплищен хендлер да что это наш уровень сверху написали комплищен хендер разворачиваем значит носит дэта рэс понс и я про до после этого запускаем таск таск резюм значит что происходит после того как мы запускаем таск начинается загрузка данных до по урлу после того как данные загружены вызывается вот этот блок кода вот сейчас мы его с вами и пропишем значит первое что мы делаем проверяем была ли ошибка при загрузке до если error равна не значит ошибки не было да в противном случае ошибка была и мы ее с вами в выводе значит в консольку просто выводим если ошибки не было яма что делаем тогда мы нашему к мечвею имидж присваиваем значение юлай имидж и да вот те данные которые мы получили все друзья да значит селф единственное что он просит давать единственное что здесь нужно добавить это вызов вот этого блока в в основной в мэйн кью да так называемый то есть ну такой вот такой такой есть закон да что элементы интерфейса элементы в юшке да мы можем менять только в основной очереди выполнения в основном потоки и вот это вот вот этот вот код как раз нам это и позволяет сделать так единственное что еще осталось сделать это вот наш активики индикатор да значит активики индик индикатор его нужно значит когда мы начинаем загрузку его нужно анимировать начать а когда мы закончили загрузку чем неважно ошибка у нас пришла или не ошибка да вот здесь мы должны сделать стоп стоп аниме так да сам просит все все значит готова друзья единственное что сразу вот сейчас давайте запустим будет ошибка сразу предупреждаю на будет ошибка iphone 6 плюс нам надо на 6 с запустить ошибка будет вот сейчас кто догадался тот молодец почему будет ошибка кто не догадался сейчас после запуска покажу так как запускается наш iphone 6s бац так кнопка on the picture нажимаем и во первых да unsupported url вот какая ошибка да это мы сейчас быстро с вами исправим вот у меня здесь есть заготовленная картинка я скопирую адрес изображения и вставлю его сюда запускаем нажимаем вот picture и вот она наша ошибка и транспорт security ахаха значит сейчас мы ее с вами победим значит заходим в инфу добавляем еще один ключ и транспорт security сеттингс и здесь добавляем аллоу арбитрой ованс ес да сохраняем запускаем запускаем нажимаем picture бац загрузка произошла единственное что не выключился у нас индикатор потому что мы выполнили это не в основной очереди не в основном потоке запускаем и вот picture бац вот picture бац ну вот да все друзья значит мы с вами научились как загружать данные из сети да и причем все это показывает сам процесс загрузки в следующем уроке мы с вами разберем как загрузить данные вот прям динамики динамически показывать процесс да то есть сколько байт загружено и вот еще полосочку progress view добавим которая будет отображать процесс загрузки все друзья с вами был александр синин значит чем я занимаюсь как меня найти он лайкайте пожалуйста это видео и пишите к нему обратную связь все хороших вам при